В 1935 году при сносе церкви святого Ильи Пророка под ее алтарем действительно нашли останки какого-то генерала в расшитом золотом мундире. Но был ли это бугольц? Ведь доподлинно известно, что крепость ее основатель покинул еще во время строительства и служил впоследствии за тысячи верст от Омска в Забайкалье. Там же основал еще одну крепость, Кяхтинскую, и в чине генерала вышел в отставку, яко древен и в ногах болезнь имеет. И может быть, оглядываясь назад, 70-летний бугольц думал, что именно его забайкальское служение в его жизни главное. Ученые уверены, далеко на востоке, а именно в Селингинске, находится и могила основателя Омска. Туда уже собиралось несколько экспедиций. Омские, иркутские, бурятские ученые пробовали отыскать место захоронения бугольца в надежде в случае успеха эксгумировать тело и восстановить его реальный облик. Ведь известно, что прижизненных портретов бугольца не сохранилось. Знаменитый же рисунок художника Резниченко только предполагаемый. А вот восковая фигура основателя Омска, не так давно появившаяся в Краеведческом музее, по деталям ближе всего к образу сподвижника Великого Петра. Усы в разлет, прическа на европейский манер, треуголка, мундир подполковника. Продолжение следует...